Дорогие любимые братья, во время мечети, во время худбы имам стоит, все мусульмане сидят, поэтому у кого-то бывает спина болит, поэтому советую прислониться может быть к стене, чтобы было удобно, потому что когда человек стоит, закрывает, то есть кто-то понимает через жестикуляцию, кому-то до кого-то так доходит и так далее, все по-разному, поэтому сначала, чтобы братьям не мешать и так далее, лучше сидите во время худбы, и также бывает такое, что человек там стоит, у него все сзади открывается и так далее, когда он там тренируется во время худбы, такое тоже в некоторых залах бывает, а урата открывается, поэтому сначала будьте бдительны в этом. Мы сказали во время уаазы, хотелось, конечно, сегодня это все закончить, но мы не успеваем, поэтому, иншаллах, закончим сейчас на худбы, вот это вот, то есть когда мы находим человеку оправдание посредством его незнания, то есть если он был не знал в этих вопросах, то есть что это куфр и так далее, что это выводит из религии. Дальше, иншаллах, на прошлой джума мы рассказали, как пророк Мухаммад, салаллаху алейсалям, относился с теми людьми, которые спешили в такфирах, спешили человека вывести из религии ислам, как посланник Аллаху салаллаху алейсалям, с ними обходился, и как он видел этот вопрос. Также, если да, Аллаху салаллаху алейсалям, будет возможно ослечить джума, мы закончим, иншаллах, эту тему, хотя эту тему можно, то есть ученые написали большие труды и так далее. Когда учился в Саудии, у меня был Тахасус, он в факультете Акида, именно как раз мы это все изучали и так далее, на протяжении 5-6 лет, именно Аль-Ферак, разные вот эти вот секты и так далее. Поэтому с тех времен еще начиналось это записываться и так далее, из разных книг, из разных ученых, чтобы была фаида, чтобы, иншаллах, предостеречь от этой фитны, потому что она есть, она была. Может быть, человек, хидай от Аллаха только, кого Аллаху салаллаху алейсалям, оставит прямой путь, никто не собьет его. Поэтому это в руках Всевышнего Аллаха, но мы должны, иншаллах, напоминать, предостережать, чтобы человек, чтобы из нас кто-то в это не впал, наши дети и так далее. Мы сказали именно слова ученых, мнение ученых привели, великих ученых, которым я перечислил, мы перечислили имена их и так далее. Кому-то они известны, кому-то нет. Это ученые ислама, ученые аль-сунна валь-джама'а. Что они говорят в этих вопросах? Все говорят единогласно, что человек не имеет права спешить в этих вопросах, пока не будет икама тиль-худжа на него, пока далиль до него не доведется. И опять же, этим вопросом занимаются ученые, а не мы с вами, которые прочитали там в интернете две-три брошюрки и так далее, и уже себя считаем, астахфурлах, учеными, знаем, что мы вот как бы в этих вопросах разбираемся. Нет, это не так. Именно обращайтесь к обладателям знаниям, если вы не знаете. Ученые – это наследники пророков, наследники посланников, и мы сказали об этом. Поэтому также, иншаллах, на следующей неделе мы разъясним, что такое куфруль-акбар, что такое большое неверие, то есть, который человека выводит из ислама и так далее. То есть, какие пункты, какие они, на что делятся, долили на это. Также, интифа'а мауаниа, также мы, сегодня мы только говорили в основном о джахле, интифа'а мауаниа, то есть, те случаи, когда нельзя вывести такфир, сказать, на человека кафир, одно из них, то есть, должны быть соблюдены условия. Одно из них, вот мы о чем говорили, это невежество, незнание в этих вопросах. Но также есть аль-икра, о чем мы на следующей худбе, иншаллах, расскажем. Это когда человека заставляют делать такой или иной куфр, неверие. Аль-джунун, когда человек теряет свой рассудок, разум. Ас-сухар, если ребенок сделал какой-то куфр, выводит ли это его из ислама? Нет, нет, это не выводит его. Ас-сухар, то есть, если человек совершил грех, выпил алкоголь и стал пьяным, и не соображал, что говорил, в этом есть хиляф, мы разъясним тоже. Аль-хата'а, если человек сделал что-то по ошибке, какой-то куфр. Аль-джз, аль-тауиль, то есть, тауиль, когда человек сам по-своему понял такой-то или иной-то аят, когда такие-то, такие-то, он последовал не за правильными учеными, которые ссылаются не на Коран, а на свой разум, и они его сбили. То есть, много-много есть интефа'аль-маланя, то есть, те вещи, которые, после того, как уже поднимется худжа, икама туль-худжа, когда уже человека определенного личности скажут, что да, ты сделал так-то, так-то, это куфр, и против себя такой-то, какой-то, далиль. И джима'аль-улама, когда ученые единогласно скажут, тогда уже можно судить, а так никто никакого права не имеет. И должны мы понимать, что есть разница. Например, если сказать, если человек такой-то, такой-то поклоняется идолу, то есть, такой-то, такой-то кафар, он сделал куфр, но нельзя назвать его именно ты кафир. То есть, это действие куфр. Если человек так-то делал кафара, но именно сказать он кафир, это уже, это другое. Если человек, например, скажет, какой-то, такой-то человеку скажет, такой-такой человек делает такое-то ношество, это бида'а, мубтади'а, но на него сказать, ты бида'ачик, ты мубтади'а, это другой вопрос. Если человек сделал грех, например, фиск, и ты ему говоришь, ты фасик, это тоже другой вопрос. То есть есть разница между фиском, между грехом и сказать человека грешника. То есть если между невериями, назвать человека неверующим. А что говорить о людях, которые не совершают куфр, не совершают ширк, и люди уже по своей моде, что ли, как мы сказали, такие слова, он кафер, он мучерик и так далее, с ним не общались, его не выслушали, не видели, чтобы он совершал такое-такое-то своими глазами, не было свидетелей и так далее, и о таком-то, о таком-то и говоря человеку, он кафер, за ним намаз не читайте, он мучерик и так далее, кто вместе с ним, они такое же его мнение и так далее. Астахфурллах, что это такое? Это игрушки, что ли, ислам? Ислам – это Аллах, это хак-уллах, это токфир, хак-уллах, это то, что принадлежит Всевышний Аллаху, нету игры в исламе, нету через это, через ахкама, шария. То, что приводит имам Ахмад, то, что Аиша рода Аллаху, супруга, посланник Аллаха, То есть, если сахабы после смерти пророка, между сахабами были разногласия в вопросах шариата, они приходили к Айше и спрашивали ее, какой хукм в этом или в этом. Аиша сказала посланнику Аллаха, я, Расул Аллах, задают вопрос посланнику Аллаха, о, посланник Аллаха, все ли знает Аллах, то, что люди скрывают? Кто сомневается, что Аллах не знает? Скрытый он? Это не вере, это куфр. Аиша спрашивает посланника Аллаха, посланник Аллаха, что? Он ответил, да. Не сказал, ты неверующий, иди, ты что сделал, куфр, иди, возьми гусоль и так далее, или как ты можешь сомневаться, ты моя супруга, ты Аиша, ты Сахам. Нет. Понял, что она не знает это, не понимает джахль в те времена. Приводит Ибн Маджа и Хаким Байхаки. То есть сказал посланник Аллаха перед судным днем ислам будет пропадать тихонечко-тихонечко-потихонечку и люди не будут знать, что такое намаз, что такое молитва, что такое пост, что такое обряды, что такое садака. То же самое, если мы можем вернуться во времена наших родителей, во время коммунизма, когда не знали, как читать намаз, как могли, берегли религию и так далее. Как могли, боялись Аллаха субханава та'аля, там, когда сжигали храмы, когда убивали ученых, когда сжигали книги. Как могли, берегли религию и так далее. Они не знают ничего об исламе. Ну, как могли, берегли. Поэтому шейх Ибн База при жизни спросили о тех абригемах или чукчах, до которых не дошел ислам. Они живут. Где они будут? Они верующие или неверующие? Ведь они не знают намаз, они не знают закат, они не знают, где они. Тогда что ответил Ибн Баз? Если они посмотрят наверх и позадумаются один раз, что есть создатели, это для них достаточно, для них. Для них не дошло. Мы не наказывали до тех пор, пока не послали посланника. И будет такое время, когда люди не будут читать по ночам Кур'ан, когда забудут Кур'ан, то есть когда исчезнет Кур'ан, не будет его не написано, и не будет он в сердцах людей. Забудут люди, не будут его изучать. Такое время на столпе перед судным днем. И останутся старые люди, старики, старухи, будут говорить. Вот это все, что останется от ислама. Единственное, что останется от ислама, когда старики, старухи будут говорить. Мы слышали, как наши дедушки, родители говорили слово Вот это мы знаем из ислама и все. Больше ничего не знают. Будут говорить Когда он услышал от него этот хадис, что он ответил, что он сказал. Не поможет им, что такое намаз, не знают, что такое пост, не знают, что такое обряды, хачи и так далее, садака. Только, ла иллах Аллах не спасет их. Тогда не согласился с ним Худейфа, и Силе три раза это повторил. Не поможет им только, ла иллах Аллах. Посмотрите, ответ Худейфа, рода Аллаху, на третий раз он ответил Худейфа, То, что спасет это их от огня, спасет это их от огня, спасет это их от огня, они не знают, они по незнанию только это, не знают, что такое намаз, не дошло до них. Не дошли до них аяты, не дошли до них хадисы. То есть была у него женщина, которая работала у него, она была иностранкой, была не арабкой, но она читала намаз, постилась, но не понимала в религии ничего. Была уже разведенная, до этого была замужем и забеременела от зина. А какое наказание в самосуде в исламе нет? Если, скажем, во время пророка Мухаммада, если, скажем, там, где есть кады, где есть судья и так далее, хукм шари'а, какое, если человек совершил прелюбодействие, как-нибудь на эту тему отдельно поговорим, прелюбодействие, зина. Если человек был не женатым, девушка была не замужняя, то есть сто ударов палкой. Если она была разведенная, или была она замужняя, или он женатый, то закидывание камняни. То есть смертная казнь. Умр Абин Хаттаб пришел к ней и сказал, ты забеременела? Смотрите, она как легко ответила, с радостью. Да, от Маруша за два дирхама. То есть он мне заплатил два дирхама, я забеременен. То есть легко так ответила. Фаста-шара, опять же, смотрите, Умр Абдаллаху Айн не поспешил на нее хад, ее там казнить и так далее. Он что? Умр Абин Хаттаб, сахаби Джалил. Фаста-шара Умра Усмана Абин Афан, У Алиян Абдур-Рахмана Абдур-Рахмана Ауф. Он посоветовался с Усманом Абдур-Рахмана Айн, с Алией Абдур-Рахмана 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 Ауф. То есть казни ее. Ответил Али Радаллаху Айн и Абдур-Рахмана 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 Ауф. Усман сказал, говорит, по ее ответу, так она легко ответила в этом вопросе. Наверное, она не знает, что харам с дзина делать. А именно казнить можно, только если человек знал, что это харам, что с дзина харам потом только. Он говорит, ты ответил правильно, Усман. То есть на ком возлагается этот вопрос казни, на том, кто знал, что это харам. Посмотрите, дорогие братья, многие люди делают какие-то вещи по незнанию. Поэтому никто не должен из нас спешить, сделать ему какой-то хукам, сказать, что он вышел из веры и так далее. Имам Малик, если бы каждый из нас выучил, вызубрил эти слова, как он красиво сказал. Если бы, говорит, 99 из 100 в человеке, ты думаешь, что он кафир, то есть все говорит о нем, что он неверующий. Один процент из 100, говорится, что он верующий, подтверждает его веру. То нужно оставить 99 процентов, взять один процент, чтобы хорошо думать, хороший ванн о мусульманах. С номерами говорю, чтобы прочитали потом. Шейх Ислам Фатава Аль-Кубра говорит в третьем томе, в 229 странице. И также он ответил, эти слова привел в другой его книге. Радду на Бакри, в 46 на 46 странице, ответил. «Ини أعظم الناس نهياً من أن يُنسب معين إلى التكفير والتفسيق ومعصية, إلا إذا علم أنه قد قامت عليه حجة رسالية, ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية, أنا لو وافقتكم كنت كافراً, لأنني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عند الله تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا خطاب منه لعلمائهم ومشايعهم». Посмотрите, что он сказал. Он говорит, я самый тот, который торопится найти оправдание тем людям, которые что-то делают, какой-то куфр по незнанию. Я не спешу делать такфир. И из-за этого я ответил Джахмитам, Хулюлитам. Знаете, кто такие Хулюли? Это те, которые говорят, что Кур'ан – это создание Аллаха. Это те, кто говорят, что Аллаха невозможно увидеть в судный день. Это те, которые говорят, что Аллах проникает в тела людей. Если ты поклоняешься своей жене, значит, ты Аллаху поклоняешься. Куфр или не куфр? Куфр, ширик. Но он что ответил им? Поэтому я ответил им. Тамами отвечал им на их вот этот куфр. Они ему сказали, что он неверующий, но он их ни разу не назвал неверующими кафирами. Он что сказал им? Если бы я сказал бы эти слова, то, что вы говорите, я бы стал бы кафиром. Но однако вы не знаете, что вы говорите. Вы Джахаля и взял им Узр. Хулюлитам. А что говорит человек, который постится, молится и так далее? Самый какой-то ты нашел там, у него какой-то там маленький косяк, и сразу поэтому ты, судя что, неверующий. Кто тебе дал такое право? Кто дал этому человеку такое право судить так, когда вот такие великие ученые боялись этих вопросов? Кто мы такие? Из сегодняшних тоже ученых приведем мнение Ибн Утаймин. Субханаллах, легко ответил, по незнанию, по джахалю, если их заставили и так далее. То есть, икам аль-худжа, на них далиль не поднялся, на них против них опровержение. То есть, именно доказательство не пришло против них. Ясное должно быть доказать, как мы сказали, как солнце. То есть, сказал он тогда, То есть, они оправдываются, у них есть оправдание из-за их джахля, из-за их невежества, из-за их незнания. В судный день Аллах сам решит, не тебе решать тому человеку, который, Субханаллах, спешит этим вопросом заниматься. Аллах сам решит, кафер он или нет. Оставь это, это его дело Всевышнего. Не лезь в дело Аллаха, Субханаллах. Говорит, и самое близкое правильное мнение, то, что в судный день Аллах его испытает, даст ему экзамен, на который он должен будет пройти. И также Ибн Джибрин, Рахмаллах, говорил то же самое, эти же слова. Дорогие уважаемые братья, просим Аллаха, Субханаллаху, чтобы спас нас всех наших детей от этой большой смуты и такфира, чтобы Аллах приумножил нам наши знания. Клянусь Всевышним Аллахом, и я в доме Аллаха, Субханаллаху, я это все сказал с любовью ко всем мусульманам, чтобы, иншаллах, не вернулось это тем людям, которые занимают этим вопросом, чтобы они не губили свои жизни этим вопросом, чтобы занимались. Обычно из-за чего? Когда наступит судный день, выйдет животное, которое будет говорить, отбращаться к людям и говорить, то, что люди не были, у них не было якина, не было искренней веры во Всевышний Аллах, сегодняшний день, какие мы можем делать благие дела? Усевершенствовать свой ахляк, иншаллах, заучивать Кур'ан, заниматься семейными вопросами, ходить, читать намазы дополнительные, изучать религию Аллаха, но есть люди, ученые, которые занимаются такими вопросами, как такфир и так далее. Опять же, они не спешат, вы сами слышали, это не наши слова, это их слова, слова Аллаха, слова посланника Аллаха, как они были щепетливы в этих вопросах, щепетильно относились в этих вопросах. Поэтому да, Аллах, что спас нас всех от этого, иншаллах, чтобы на наших языках не исходило только то, чем довольствовались Аллах и посланник Аллаха. То, кто верит в Аллах, и сказал посланник Аллаха, судный день, пусть говорит благое, или молчит, сказал пророк Мухаммад. На следующей неделе мы скажем, да, есть такие, может кто-то задаться вопросом, но ведь иман, это каулю, фи'лю и атигат, то есть иман, это не просто твое вероубеждение, это и действие, это и слово, да. Есть действие словесное, которое выводит из ислама, об этом мы расскажем на следующей хутбе. Есть действие, есть слова, которые человека выводят из ислама, выводят его из ислама, мы об этом тоже расскажем. Но однако человек не спешит выносить такфир своему брату мусульманину. Помните всегда хадиф, кто сказал своему брату он неверующий это просто так не останется если он был неверующим он будет таковым если нет то вернется тому кто сказал